Начинаю запись. Погнали. Мне заслал... А? Мне заслал Дэнчик с Тюмени. Nvidia, как всегда, здесь. Респект, Nvidia. Nvidia, что в прошлой игре была Far Cry, что тут. Красавчики. AMD уже так, в более современных играх, я так понимаю. Кстати, а тут вроде заставка была. Мне заставку показывали вроде в начале. Ладно, поехали. Выход в город. Это я так понял. Таблички, реклама там вся хуйня. О, по красоте. Прикольно сделаю. Главы, настройки. Настройки, кстати, я уже настраивал вроде игру. Видео я очень высокое поставил. Фильтрация текстур. Я попробовал фильтрацию текстур поставить на высокое, на самом деле. Чтобы вы кайфовали. Но если будет лагать, я уменьшу. Выберите стиль игры. Выживание. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью. О перестрелке скрытное прохождение более сложным. Неми. Позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире. Метро 2033. Заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. В режиме спартанец сложность боев и скрытного приближения к стандартному режиму метро. Луч надежды. Я не знаю, что такое. Я не играл ни в одну из частей метро. А патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Это режим идеальный для игроков, предпочитающих активное действие. Я, поскольку я уже много раз говорил, что я не стелсер, я люблю лететь вперед, разносить ёбло всем противникам, я беру спартанец, скорее всего. Ну тут, кстати, такой два стиля игры. Ну ладно, поехали. О, вот, я про это имел иду. Буду, наверное, проходить на нормально, поскольку я новичок вообще в этой игре. Рекомендуется для средних игроков. Это чё, вот это? Вступать в бой приходится с осторожностью, так как противники не прочтят ошибок. А за запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. В смысле, а зачем так пугать? Ну ладно, я на нормально ставлю. Игра как-то запугивает с самого начала. Двигайте ползунок, пока крайнее сливое изображение станет едва видно. Давайте я вам тогда больше яркости приблизу. Так, ну и чё тут? Окей, погнали. Пролог. Нажмите любой лайк. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Так, ну, громко. Мне кажется. Мне кажется, громко. Вот так. На трёшку поставлю. Чуть не упали. А я так и знал, что он чуть не упал. Чтобы подняться на поверхность, нам придётся пробраться через брошенный блокпост, Артём. Артём. Запомните. Там что-то есть в соседней комнате. На завод Артём. Открывай гермоворота, я прикрою. Так, и как? Только что был. У. А, где? А, вот это? А я смотрю вон там, туда. Чтобы использовать объекты. А, вот так. Ну вот, я ж говорю сразу. Так, удерживать или нажимать? А, удерживайте. Не увидел. Control присесть. Так, здесь у нас стеночки. О, Артём. Пошибуши по ящикам. Вдруг найдёшь, что полезное. Наряга. Ещё нет, ещё не готов, Артём. Но он же не пойдёт, да, со мной? Ой. О, посмотрите. Чё-то нашёл. Чё-то включил. Аж. Ажу-2. Типа воздух намёк или что? Вот это чё он делает? Ууу, дэм. Ничего себе. Так, а здесь выключить. Ну, наверное, не будем выключать. Э. Чё? А он оставил свою старую снарягу, я так понял. Ну, поначалу же игра так. Прикольно вроде. Геймплей. Я здесь не пойму, чё тут выключить надо всё-таки. Ну, это воздух же, да? И свет, я так понял. Свет тоже выключился. Вот, свет включился. Значит, я всё правильно делал. Это не работает. А, вот ещё. Смотрите-ка. 11.40. Это чё? 11.40? А, вон он ждёт меня. Ну, я же говорю. Чё? Ну, ничего. Давай. Фига, он быстро по лестнице ползёт. О, шифт бегать. Люблю. Ну всё, давай наверх. Когда шифт бегать. Так этот же вроде. Тут кто-то ж был. Тут удерживать надо, да? Не ставить. Ну, удерживать, наверное, удобнее будет. Похоже, никого нет дома. П. П противогаз. Он же бесконечный у меня, да? Противогаз. Так, ты куда ушёл? Друган. Как тебя, кстати, зовут-то? Я либо не услышал. Опа. Опа. Ну, чел без меня, наверное, никуда не пойдёт. Пока я в шоу быстро убить. Где он? Нихуяся. Нихуя? Нихуя в них патронов надо засадить. Ебать. Ебать. Жёстко. Чё-то тут... Мне не светло чё-то. Как этот увеличить? Демон, нельзя. Вначале только. Так, ща, подожди, подожди. Не торопись. Я ещё не обследовал эту зону. Мало ли, чё-то полезное где-то валяется по бокам. А ты куда-то спешишь. Тянем-потянем вот эту вот репку. Вытянуть не можем. Опа. Это кто? Это по-любому такая же тварь потом становится. Старова, Артём. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Приём. Слышу вас отлично. Приём. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Приём. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимешься на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на место. Артём, это как... Вот этого главного персонажа, я так понял, тоже Артём зовут. Зачем ты стримишься, если тебя не смотрят? А мне по кайфу, понял? Кайф, обожаю. Когда никто не смотрит и стримит. Люблю ебать. Это что-то типа Чернобыля. Правильно я понимаю? А тут, кстати, есть зона какая-то? Или это пиздец открытый мир? Я, кстати, не знаю, метро это открытый мир или нет. Мне интересно знать, есть ли чё-то тут полезное. Там было что-то полезное. Там были трупы, и я их залутал. Закрытый, закрытый мир. То есть, так нет смысла лутать. Искать чё-то. Так, этого Ульман вроде зовут. Спарта. Это что такое? Вы чё, ебанулись? Нахуй чел меня чуть не задавил. Дурачина, ёбаная. Вообще ебанутый. Язык у меня. Ебать, там кто-то бежит. Там дохуя кто-то. Ебать, там народу. Так, ну если... Да, в библиотеке там... ...каски ебаные. Чёрт! Огонь! Твою маму. А вы чё, спину мне не бережёте? Так ты не стреляй в тех, кто бежит. Ты чё, дурачина? Ты же их байтишь. Ебать. Ешь, чтобы заменить фильтр. Значит, тут баллон не бесконечный, я так понимаю. Это заставка, да? Тут ещё и демоны какие-то. Ебать. Это что нахуй? Из-за мифологии какие-то, блядь. На нахуй. Минус один. Всё, захавали нас. Всё, тебе скоро пиздец. Хе. Метро. Это наш дом. Это всё, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего. И ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, всё изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришёл он, Хантер. Друг моего отчима. Он изменил всё. И в особенности мою жизнь. Хантер. Охотник. С перевода. Так, я не буду эскей пока нажимать. Мало ли я что-то скипну случайно. Какую-то заставку. Я хочу со всеми заставками посмотреть. Всё-таки не играл ни разу. Можно воды глотнуть пока что. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай тебе... Здорово, Бастар. Интересно послушать. Артём, но это тот персонаж. Затушили. А есть смысл оставлять? Не знаю, оставим. Так же прикольней. Так же больше света. Так, стоп. Можно тут как-то отдалить камеру? Вот тут вниз не спустишься. Никак уже. Так, у меня тут максимальная. Игры. Вот, кстати, в играх я не смотрю. В настройках. Гамма. А, вот гамма. Чуть вот так. Индификатор попадания. Это чё? И... Не понял. Прицел. Подсказки. Детальный. Пайсикс. Режим прицела удерживать. Ага. Ну, то есть тут не особо много режимов каких-то. Пойдём, Артём, пойдём. Пойдём, Артём, пойдём. Ебать. Чё с тобой, мужик? Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошёл. Я этого не боюсь. Чё ты хочешь сделать, Чёрный? Найти и уничтожить? Да не смеши. Там закрыто. Этой станции недолго осталось, если нападения Чёрных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что ещё мы можем сделать? Моё желание. Моё желание. Чёрный нас всех перебьёт. Единого. Если бы он сказал, сразу же выключился. Тебя сложнее увидеть. Вообще так-то, благодаря, если мне не... Если мне не изменяет память, то спасибо Максиму Коршуну. Вроде он мне подарил метро редукс, если я не ошибаюсь. Спасибо ему. Вроде он, я точно не помню. Или же с Ризи. Андрюха. Я вот не помню точно. Лёху, Лёху, ёпта. Одноклассник мы увидел там, Лёху. Здорово, Артём. Здорово. Чё у тебя есть тут? Полутать есть чё-то? Ну, у неё свет нельзя выключить. Значит, наверное, и лутать здесь нечего. Раненые. Никаких улучшений. Этим утром ещё двое скончались. Чёрные убивают не сразу. А чё они? Заражают их? Разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. А, вот. Чувак, значит, был тоже заражён, походу, чем-то. Тот чёл тоже заразился, значит. У которого мы видели. Это Хантер. Всё в порядке. Лутанты не стучатся. Давай открывай, чёртовы ворота. Ну, у вас там как бы посмотреть можно. Там же вроде видно. Хантер. Хантер, видимо, какой-то профессионал. Людейший. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. ВДНХ. Ага. Спасибо. А теперь закройте ворота. Грубый мужской голос. Рад видеть тебя, Саша. Саша? Здравствуй, Артём. Пётр же вроде его звали. Какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да всё как обычно. Все говорят только о вашей станции. И этих. Ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Зачем? Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольство? Что-то страшное. Чёрные, да? К чёрту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Чёрт, подери. Только этого не хватало. Чёрт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих и закрывай туннель. Саныч, мы остаёмся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Питалер. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. А, у нас тут две вентиляции. А, ебать, у нас четыре вентиляции. Нихуя. А. У Хантера это вообще лютый тип должен быть какой-то, наверное. Ебать, он скачет. Я его рот вертел. Майкл Джексон, ёбаный. Безнадежно. Нам победили, ребята. Продолжать, кто это? Бля, я слышу по духам. Это пиздец. Как же они увиливают из стороны в сторону. У меня патроны закончились. Мужики, дрогните патронов. У-у-у. Бля, где какой-то долбая боб там? Собь. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это хомонолусы. Следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь. До последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих. Гомонолусов. Пойди, глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпадали. Внешний блокпост уничтожен. Автомат мне надо. Автомат дайте мне погонять. Мужики. Ебать тут народу полегло. Вон опять какой-то ебанок уйти. А где трупы этих? Черных или как они там их называют? Мутантов эти. Мутанты. Почему? Типа черного цвета мутанты. Поэтому черных называют. Что творится за последним рубежом вашей обороны? Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. А там окажется, скажешь, что он выживет, да? Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. А мальчел идет вот так на похуй. И он все уничтожит. Понял? Спарта. Мощно. Мальчел на похуй идет. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. Разве... В следующий день к Ришской уходил караван. Караванщик набирал охранников. И я завербовался. ВДНХ. Агент, даро. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватаешь матьё во оружейной и на платформу. Они уже заждались. Я буду там. И смотри, ничего не забудь. Снарягу. Вот стоц, перевертался, бабушка, здорово. Вот стоц, перевертался, кучает компот. Вот стоц, перевертался, ей мечтает снова. Вот стоц, перевертался, перележит на лёд. Хм, ебать, телик веселый какой-то. Тап, новая заметка. Заметка 1. Оборона нашей станции от черных противников жутких. Непонятных, непобедимых. Отнимает все наши силы. Мы забыли о старых врагах, упырях. На сочах. И если бы не Хантер, эти твари бы забрались в наш госпиталь. Страшно даже подумать, что случилось бы тогда, опоздая Хантер хоть на час. Кстати, а если их там было бы закрыть в комнате, они бы дверь же не смогли выбить, наверное. Опять свет здесь. Вот это кто такой? Это разработчики, что ли? Это, наверное, разработчики игры. Гитарка. Здорово, парни. Дефолтный брак. Ну, чтобы открыть или спрятать планшет, удерживайте Б. Не понял. С кем он разговаривает? Ебанулась, походу. Хорошая концовка в метро. Никого нет дома. Окей. Никого нет дома. Петя. Мы Артём. Здорово, парни. Так, я ещё не сходил туда. Я так пал нам наверх. Нормально. Здесь я был. А, сюда нельзя? А, это вот. Из четвёртой как раз. Видим муж или там, я не знаю, жених будущий. Я тоже Артём. Это не единственный тут. А, можно мне такую же маску? Она слишком охуенная. Балакла вот такую. Ты тоже. Я тоже Артём, да. Это чё, типа тюрьма? Не болтать, ясно? Иди, Артём, иди. Нечего тут ошиваться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. Я сам родитель. И после войны... Ещё когда... Ещё когда... Ещё когда... Ещё когда... Ещё когда... Ещё когда... Артём, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка, значит. Ты не мог бы... Неловко как. Хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Мне наверх... Никак не могу. Мне наверх надо. Вот патроны здесь. Парочку возьми. Ой. Тюнинг. У меня только пистолет есть. Серьёзно. А как я выигрывать собираюсь? Оптика. Оптика это я так дал прицел. Ствол. Сорок пять. Тридцать. Гасит пламя и значительно снижает шум выстрела. Нескор. Повышает кучность, снижает скорость пуль, из-за чего бойная сила на расстоянии падает. Мы выбрали... Спартанца вроде. Спартанец. Мы без стрелса играем. Всё. А у меня автоматика не будет. Как я без автомата буду воевать? Давай им. Не, я не хочу давать им. Опять наш хаос. Давай, вставай, сходи, ну пьяная. Ты чё, из сталкера, что ли? Меняю патроны. Патроны меняю. На чём меняешь? Ты чё, дура? За счёт значительной массы пули этого калибра обладают отличным восстанавливающим действием, хотя патроны производятся пустарно. Я пока не знаю внутренней кухни. Пока внутренней кухни, не знаю, не буду там ничего делать, ничего покупать. Пока оставлю. Слушай, а можно я тебе твою ближинку завтра-то? Не дочитаю ещё. Ха-ха-ха. Найс, считаешь. Ветро. 2033. Ты чё, блин, тунель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. А, вот оружейная. Во! Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зелёный ещё, да? А ты, типа, родился с калашом в руках. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Дерьмо. Калаш давай мне. Калаш давай мне. Мне давай калаш. Калаш давай мне. Что ты мне дал? Что за пукалка? Чё, у меня нет выбора? Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Давай патронов. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Милли на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесёт. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь всё. Окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся. Да-эээ. В первое время особо не посовываться. Так, ещё и тир. Ну, это, как правило, мановичок. К, чтобы зарядить оружие армейскими патронами. А. Р. И чё? Стреляем. Бац. Ставим другие тир. Оп. Всё. Обучение пройдено. Всё, могу идти. Вроде никаких заданий нет. Закрывать двери написано вроде. Ты думаешь, мы доживём до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Тэн-дэн-дэн. Здорово. Да нормально вроде. Я там слышу свиньё. А, вот. О-о-о-о. Жёстко. Да дай мне хоть отдышаться-то. Работай сам без перекуров, полник. Лестницу держите, паралитики. Крепче. Да нормально я держу. Слышь, ты. Перрон. Я так пал мне туда-назад. Свинницу к выращиваю. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Поехали. Готов? Тогда двинули. Тогда двинули. Если такой ускорбовик разобрёл. Точно высветнулся и повесился. Блистанет. Твоё изобретение. Главное руки укрепляют. По местам. Ты, Артём, садись. О, это ветка метро в Москве. Всё, затарился? Жёстко. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься, чё-то. Всегда готов. Тогда двинули. Ебать технологии, нахуй. Ну всё. Удачи всем, кто остаётся дома. А нам с вами, парни. Удачи вдвойне. Ну, мужики. Поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это ещё круче. Круто. Первый раз с далёкого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской. Но я не мог подвезти Хантера. Алексеевская. Там что-то было написано. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку. Туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай-давай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции из Рижской. Камон, кричал. Большой метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Ну а теперь туда так просто не попадёшь. Нужно или везение, или паспорт граждан. Бега, тут народ-то много. Громкость звука, я думаю, на четвёрочке прибавлю. Нина Ганзи. А чё там? Ну, Ганза ведь всё метро соединяет своим кольцом. И станций у неё куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел... Так ведь дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Эй, ребята, Ганзи. Друг другу глотки режут. Что случилось, Перь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придётся ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Пётр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А чё у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель. Темноватый только. Я в прошлом месяце вшёл ему. И не понравилось мне. Совсем. Вот это у него банки, конечно, будут, да? Вот у того, кто вот так делает. Чисто подкачка тридцак просто. Знаете, как работает тридцак? Это же имба. Опа. Не зря нам дали. А где патроны мои? Четыре патрона у меня осталось. What the fuck, нет? Или это четыре в запасе в магазине? Проклятие. Голова просто раскалывается. Чё, одеваем? Если поможете качать, доберёмся быстрее. Давай, работай. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Есть. Там чим нас дорискать в три секунды. Я вон вижу там. Кто-то идёт. Кто-то чё там был. Чё, ебанулся? Он чё, ебанутый? А почему они не одевают эти противогазы? Это Хантер. Минус. Чё он делает? Трогает меня зачем-то. На. Это кто Хантер? Нет, это мой револьвер. Они без противогазов куда-то попёрлись. Знаю, что там радиация. Там всё. Что происходит-то, а? Ещё. Вставайте. Просыпайтесь, ради бога. Борис. Арсиэль, Борис. Там бежит кто-то. А, а, бесполезно. А, боже, а, стрелять! Стрелять на них! А, боже, а, стрелять на них! Отстойте! А, боже, а, стрелять на них! А, боже, а, стрелять на них! Оу, бэм! Нажимайте... Нажал. Нажимаю много. Много нажимаю. Так. Минус... Опа! Минус один. Минус второй. Буду убивать тех, кто прыгает к нам. А, нет, этот живой ещё. Вот кто прыгает к нам, того буду стрелять. Ну, нет смысла этих убивать, я так понимаю. Пойдём! Патроны береги! На повод! Помоги мне! Нет! Так. Патроны закончились. Ещё один бежит. Так, ну всё, 4 патрона у меня осталось. Два патрона надо ему, окей. Что тут такое произошло? А, да ничего страшного вам. Всё, у меня патронов нету. Что, меня убили? А, это... Что, бежать за ними? У меня патронов нет, если что. А вот они стреляют. Они в меня попасть не могли, они стреляли в меня. У меня патронов нет, всё равно. Надо как-то поэкономнее быть. Я просто не понимаю, со скольки патронов они падают. Всё, минус завалили типов. Ну, дальше я должен был идти один, перед тем, как расстаться. Мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было всё так же страшно. Зато я нашёл нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. В смысле, попутчик? Попутчик умер? А, здесь что ли? Нашёл. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артёма, которому не чудище, не аномалии, нипочём. За Артёма! Ну, за кого он и Партина? Чувак, чувак. За тебя только. Артём какой-то герой в них? Так они понимают. Чёрт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе пару медаль дать. Медали нет, но есть патроны. О, это базар, это нормально. Патроны это надо мне. Тёмка. Бери патроны. Так они украли. Ты чё, да он пробиваемый для аномалий? Посмотрим, не пробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу и за Артём. За тебя. Это когда экономишь. Один стаканчик пьёшь. Спиртяжка, что надо. По 10 глотков. Патроны. Патроны бери. Плюс 75. Дэээ. Мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. Тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда насачи. Это Артём нас под... Новая заметка. Глава 2. Бурбон. На моём пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был... А. Это... Все выдержал. Остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался. Брался как лес. Опа, патроны. Плюс 2 патрона. Ну, если пить больше не будешь, можешь станцию осмотреть. Патрончики. А, это я ски... Это я скидываю патроны. А куда я скидываю-то их? Я так и не понял. А, вот. Ну-ка, подожди. Что ж, дай я возьму патроны. Чем патрон не могу взять? Нормально я там патроны просадил. Это скам. О, патрончик. Рига. По сути, он прав. По сути, он прав. Тебе уже недолго осталось. Тебе недолго осталось, мужик. Тюнинг. Обмен, продажа. Так. Этот кустарный автомат отличается высоким темпом стрельбы. В результате чего, быстро перегревается. Это, я так понял, валюта моя. Я не стреляю ими, да? Патронами этими. Это чисто валюта. Меняйте только у сертифицированного менялы. У меня. А у меня, так по-моему, патронов нету. А, ну да. То есть патроны надо покупать. Понятно. Давайте вот так. И будем экономить как-то. Верми все понятно. Это что такое? Дополнительно. Флешка и нож есть? Фигаси. Ноги можешь ими брить. Ну и ладно. Не, не надо. Зачем ноги брить? Тюнинг. Ствол. Разно. Оптика. О, оптику б я поставил. Давайте затестим по приколу. Музыка тут серьезненькая. Опа. О, метро. Слышу крыс. И что, здесь ничего нет, типа? Шкафчик, когда и ничего нету. Во. Теперь прицел есть. Кайфом. С кайфом. Так. Здесь. Кто-то уже... Стырился. Медвед. Это... Медвед. Это какой-то рофл? Что-то мем такой вроде помню. Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау. Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш. Иди клянчу своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Ага. Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Так, а я могу к тебе потом подойти? Ну да, вроде могу. Ну давай попозже сейчас. Ну как хочешь, ищи сам тогда. Так я тебе дам. Дяденька плохой. Дяденька жлоб. А, уже все? Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Уже, то есть, нельзя. Хотел ему дать пульку попозже, а он, видимо, все. Ну как хочешь тогда. Лох. А. Можно ему дать еще пульку? Ну тогда окей. Жлоб, дяденька. Сейчас я тебя снесу с удара одного нахуй. Это что такое? Что сейчас было? Ферма. Свиньи. Фу, какое же противное мясо получится. А че, у нас тут больше выбора-то и нету. Нам только идти к этому. Чтоб он нас отвел там к кому-то. Я ж могу подняться потом. А, вот. Ну-ка, пойдем-ка посмотрим. Может тут что-нибудь есть интересное. Господи Иисус. Детей уже недолго осталось. Смысла не уж тебе патроны давать. Это че? А, это толчки. Бега. А можно в дерьмо упасть? О, патрончики. Дэээ. Закрыто. О, пульки. Смотри-ка, не зря я сюда пошел. Тинь-тинь-тинь. Тинь. Че тут еще есть? Это че, свет? Это, в случае, не наш там дяденька? Здесь спят. О, пивко можно взять, я думаю. Никто не против. Какая-то? Свет включает? Для чего? А, видимо, все перегорело уже. Ладно, не будем тырить. Пусть останется. Чувачкам. Все-таки, надо быть всегда трезвым. Правильно, правильно. Это здесь дяденька в переулке там что-то хотел от нас? О. Мойс. О-о-о. Патрончики-то мощные. Так, че здесь? Плюс два патрона. А, это валюта, я путаю. Блин. Надо не путать. Надо привыкать, что есть валюта, а есть патроны к автомату. К оружию. Так, ну я вроде все обыскал. Какого он там мне дяди хочет отвезти, мы сейчас это посмотрим. Продолжение следует...